У нас будет пасхальное включение из Иерусалима в самую Пасху, 1 мая, ортодоксальную Пасху, у нас будет прямой эфир. И Сидрот, замечательный служитель Божий, он будет молиться на платках этих по Писанию, потому что в Библии написано, в книге «Деяния апостолов» написано, что и они помолились за платки, и потом эти платки возлагались на больных людей, и те исцелялись. Вы знаете, мы будем делать нашу часть. То, что от нас зависит. Мы соберемся вместе, мы помолимся, мы вам отправим эти платки, вы сделаете свою часть, возьмете и возложите на больное место. Я уверена, что Бог, который верен, написано в Библии, верен, обещавший. Он придет, и Он исцелит. Поэтому пишите, пожалуйста, пишите колл-центры, мне нужен ваш платок, потому что мы должны знать ваши адреса, куда эти платки отправить. Сотни платков уже готовы и ждут вас. Не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Не стесняйтесь, звоните, пишите. Нет в этом ничего стеснительного. Говорить о том, что вам нужна помощь. Наоборот, открывайте. Говорите, мы вам отправим эти платки, и мы будем дальше ждать свидетельств. Тамара, я знаю, что я вспоминаю историю, вот сейчас говорили, женщина написала о бесплодии, да, она думала, что бесплодие у нее. Но на самом деле, вы знаете, на самом деле, когда мы открываем свои тайны перед Богом, то Господь всегда отвечает. Я очень много езжу по миру, и вы знаете, очень приятно, когда подходят люди в разных церквях совершенно, в разных городах России, в городах Украины, подходят, год назад вы за нас молились. Год назад, это, знаете, в Тольятти, в Тольятти семья, если вы меня слышите, слава Богу за вас, подошла ко мне одна семья, говорит, вы за нас молились полтора года назад, о чем я молился за вас, за против бесплодия, за ребенка, и как, вот родилась девочка, и столько-то уже месяцев, понимаете. И очень часто подходят такие люди, вы знаете, кто-то выздоровел, кто-то исцелил. Открывайте свои тайны перед Богом. Бог наш совершенный Отец, и нам нужно привыкать и разговаривать с Богом на любую телу, в том числе о своих нуждах, потому что, если мы не приносим перед нашим совершенным Отцом наши нужды, то кому еще их нести, кто еще может в этом мире с ними справиться? Нужно просто их туда принести и верить, что Господь на эти нужды отвечает. Поэтому пишите, звоните, целые группы служителей, которые сейчас, прямо в эту минуту, молятся за ваши нужды, которые мы получаем в наш колл-центр. Прямо сейчас возьмите и напишите то, что вам нужно, и Господь ответит вам. Авель, а я хочу, потому что, когда у нас был перерыв, вы спросили, можно ли молиться за зрителей. Я хочу, чтобы вы коротко благословили и помолились за наших зрителей. Настой момент, я хотел бы, прежде чем Авель помолиться, сказать одну очень важную вещь людям. Дорогие друзья, вы знаете, очень часто в Писании написано, что помоги, Иисус спрашивает, Ваши вещи ты верую, ты имею, но помоги моему неверию. Вы знаете, возможно, у вас мало веры, ничего страшного. Господь сегодня, именно сегодня, это время чуда, Господь сегодня хочет отвечать на вашу молитву, даже если у вас очень мало веры, совсем чуть-чуть. Прикоснитесь просто визуально, интерактивно к экрану телевизора и примите то помазание, то благословение, которое сейчас будет на вас излито. Самое главное, Иисус Христос, Он рядом с вами, Он в вашей комнате. Аминь. Аллилуйя. Отец Небесный, я прошу, во имя Иисуса Христа, коснись, Господь, сердец каждого из наших зрителей. Благослови каждую семью, которая сейчас смотрит на этот эфир. Благослови каждого человека, который ищет тебя, Господь, ищет истину, ищет истину этой Пасхи, Господь. Здесь, отсюда, из Иерусалима, из города, который ты избрал, в который ты поверевал нам являться, и мы явились сегодня, чтобы служить тебе, Господь. Мы просим тебя, во имя Иисуса Христа, коснись каждого, коснись каждой семьи, истери любую болезнь, потому что в твоем Писании, в твоем Слове сказано, ранами его мы истерились. Господь, мы просим тебя, во имя Иисуса Христа, ты наш совершенный Отец, и ты можешь сделать все по обетованию твоему. Ты творишь вселенную, ты творишь все, что здесь есть, и нет места ни греху, ни болезни в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Знаете, я хочу напомнить, что два раза в год мы проводим марафоны, рождественские и пасхальные марафоны. И именно в течение этих марафонов мы собираем пожертвования, чтобы весь год, каждый день мы могли выходить в эфир. Знаете, я благодарю всех вас, кто, Библия говорит, доброохотно дает, с радостью. Поддерживайте наш канал, чтобы благие новости на телеканале «Благих новостей» доходили до краев земли, чтобы Пасха, воскрес Иисус Христос, воскрес в сердцах и в жизни миллионов людей. Это наше служение. Спасибо, что вы были с нами.